В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Не прошло и полгода. Безопасны ли металлические ограждения на Октябрьском проспекте? Как защитить себя от укуса клеща? Советы специалистов. Хранить вечно в Музее ядерного оружия открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Новый мост через реку Сатис был возведен в достаточно сжатые сроки. Проектом, разработанным в 2015 году, было предусмотрено строительство четырехполосного мостового перехода, подъездных путей, кольцевой транспортной развязки, а также реконструкция Октябрьского проспекта. Сегодня новые автомобильные магистрали работают в полноценном режиме. Однако состояние ограждений на недавно расширенном проспекте вызвало у саровчан множество вопросов. Проезд через Монастырскую площадь закрыт. Альтернативный путь из старого района в новый проложили через реку Сатис. Строители возвели 80-метровый мост, построили с нуля и реконструировали прежние автомобильные дороги. Одним словом, сделали новую, удобную для горожан транспортную развязку. Пользоваться которой саровчане смогли уже в декабре 2017-го. Но не прошло и полугода, как новый свежеотстроенный объект в буквальном смысле слова дал трещину. И теперь железные опоры безопасности представляют для жителей нашего города реальную опасность. То ли природа сыграла свою злую шутку, и почва буквально уплыла из-под металлических конструкций. То ли изначально опоры с бетонными блоками в основании были установлены непрочно. Ясно одно. Ходить по этому тротуару теперь следует с осторожностью. Потому что рядом в двух шагах незащищенный овраг глубиной несколько метров. Я обратила внимание, что мост успели сдать, и уже просел грунт. Я стараюсь по этой стороне вас стоить. Что же все-таки произошло и как это исправить? Представители соответствующих служб пытаются решить эти вопросы прямо на месте. Остается надеяться, что затягивать с ремонтными работами не будут. А потенциально опасный участок в целях безопасности оградят сигнальной лентой. В данный момент пока без комментариев, пока разбираемся. В администрации объяснили, что ситуация под контролем. Причины возникновения проблемы и способы ее разрешения будут оглашены позже. Мы будем следить за развитием событий. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Весна – время года, когда хочется чаще бывать на природе. Люди выезжают на пикники, на дачи или просто идут прогуляться по лесу. И главная проблема, с которой придется столкнуться всем любителям природы – это клещи. В Нижегородской области уже зарегистрирован первый случай обращения за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей. Как обезопасить себя от этого паразита? За ответом на вопрос мы обратились к специалистам. Самая благоприятная погода для пробуждения клещей – это стабильная температура воздуха около плюс 10 градусов и длинный световой день. Влажность окружающей среды – одно из главных условий начала жизнедеятельности паразитов – переносчиков опасных заболеваний. Вместе с теплой погодой наступает сезон пикников, долгих прогулок по лесу и загородных поездок. Поэтому не стоит забывать о простейших мерах безопасности, чтобы защитить себя и своих близких от укусов опасных паразитов. Для того, чтобы предотвратить присасывание клещей, во-первых, нужно правильно одеться. Одежда должна быть светлых тонов, по возможности однотонная, чтобы можно было заметить клеща и вовремя стряхнуть его с одежды. Манжеты брюк и рукавов должны быть плотно прижаты к телу, чтобы клещ не заполз. Спреи-репелленты также помогут отпугнуть от человека опасных насекомых. Пренебрежение мерами защиты грозит не просто укусом, а, возможно, тяжелыми заболеваниями – клещевым бролиозом и энцефалитом. И если в первом случае лечение проводят с помощью антибиотиков, и болезнь чаще всего заканчивается выздоровлением, то во втором случае все гораздо серьезнее. А вот клещевой энцефалит – это более опасное заболевание вирусной природы и, значит, может привести к инвалидности и даже к смертельным случаям. В нашем городе клещей на наличие антигенов не исследуют. Прием насекомых на такой анализ проводится в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Со 2 апреля возобновлен прием документов для получения субсидий на возмещение части расходов бизнеса на участие в выставках, обучение сотрудников, сертификацию продукции, лицензирование и приобретение контрольно-кассовой техники. Об этом сообщает Департамент экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства. Для получения финансовой поддержки в этом году снижен порог требуемой среднемесячной заработной платы на предприятии. Теперь нижняя граница равна одному прожиточному минимуму. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровская полиция ответит на вопросы горожан. Пообщаться с правоохранителями все желающие смогут в следующую среду, 18 апреля. Жители Сарова проконсультируют по вопросам профилактики правонарушений, семейно-бытового насилия, в том числе по вопросам защиты прав детей. Более подробная информация по телефону 605-69. Саровчам приглашают на 12-ю межрегиональную историческую конференцию. Она откроется в городской художественной галерее 12 апреля в 10 часов. Мероприятие приурочено к 80-летию со дня образования поселка Саров и начала работы завода номер 550. На конференции с докладами выступят ученые из Сарова, Арзамаса, Москвы и Нижнего Новгорода. Ребята из нашего города завоевали награду международного конкурса. За мультфильм «Зачем пингвинам свитера» воспитанники студии «Кадрики» из детской школы искусств номер 2 получили диплом лауреатов третьего международного конкурса мультипликации на своей земле, который прошел Белоруссии. Юных аниматоров подготовили преподаватели Екатерина Лыжова и Мария Долина. С 1 июня в Саровском городском суде появятся присяжные заседатели. Их списки будет формировать администрация города путем случайной выборки сроком на 4 года. По ходатайству подсудимого присяжные заседатели будут рассматривать некоторые категории особо тяжких уголовных преступлений, такие как умышленное убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование и другие. Подробности в следующем репортаже. Суд присяжных – один из институтов судебной системы в нашей стране, в состав которого входит коллегия и один профессиональный судья. Суд присяжных призван усилить гарантию защиты прав человека. Его главное преимущество – непосредственное рассмотрение доказательств по делу. Коллеги присяжных заседателей – это судьи факта, которые по результату судебного разбирательства выносят вердикт. В свою очередь председательствующий – это судья права, которые на основании вердикта постановляют приговор или выносят на решение. Присяжные заседатели в количестве 12 человек отбираются для каждого дела из общего списка, сформированного администрацией города. Происходит это с помощью жеребьевки. В рамках судебного дела производства присяжные имеют право на решение вопросов факта и оглашение своего вердикта. После судебных прений, в которых выступает государственный обвинитель, сторона защиты, присяжные выносят вердикт. Происходит это так. Присяжные получают вопросный лист с основными и частными вопросами. К основным вопросам относят следующее. Доказано ли, что деяние было? Доказано ли, что его совершил подсудимый? Виновен ли подсудимый? Частные вопросы увеличивают или уменьшают степень виновности, или изменяют ее характер. Вердикт присяжных заседателей является для судьи обязательным и сомнений не подвергается. Но после прозглашения вердикта присяжные удаляются и на этом их работа заканчивается. Дальше работа профессиональной судья. В состав суда присяжных войдут граждане от 25 до 65 лет, которые не имеют ни погашенную или ни снятую судимость. Кандидаты должны быть знакомы с основами судебного дела производства. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Более сотни документов, фотографий, сюжетов кинохроник, предметов и личных вещей участников ключевых для атомной отрасли событий. В Музее ядерного оружия открылась выставка «Хранить вечно». Масштабная историка документальной экспозиции посвящена 70-летию Центрального архива атомной отрасли и 10-летию Госкорпорации «Росатом». Возведение атомного ледокола Ленина, история строительства первой в мире атомной электростанции и даже стенд, целиком посвященный Юлию Харитону. На выставке «Хранить вечно» представлено более сотни экспонатов, объединенных в 17 сюжетов, каждый из которых посвящен определенному направлению развития и главным событиям атомной отрасли. И эти события, они каждый раз дополняются новыми эпизодами, они каждый раз дополняются новыми документами. Они дают возможность понять, какое большое количество людей было задействовано в атомном проекте. Они им жили, они творили, они отдавали свой ум и талант нашему общему делу защиты Отечества и созданию ядерного щита. Выставка «Хранить вечно» придется по душе горожанам любого возраста. Здесь можно найти исторические фотографии, шаржа на знаменитых ученых, нарисованные их же коллегами. Прописаны от руки сценарии первых документальных фильмов, посвященных атомной отрасли. При этом практически каждое событие можно увидеть собственными глазами. Сценды сопровождаются экранами, на которых идут отрывки документальных фильмов. Но самое главное, здесь собрано большое количество уникальных документов, которые долгое время находились под грифом «Совершенно секретно». Архивные документы как нельзя наиболее ярко подчеркивают многообразие того, что было сделано в то время. Одним из главных экспонатов выставки стали 12 томов рассекреченного материала. Это первая научная фундаментальная публикация «Атомный проект СССР». Организаторами выставки стал Центральный архив атомной отрасли. В нем собрано более 400 тысяч документов не только госкорпорации, но и в том числе тех ведомств, которые были привлечены к работам по атомному проекту. И в дальнейшем вошли в состав отрасли. В качестве примера два формирования, два девятых управления НКВД СССР. Одно из них руководило работой немецких ученых. Во второе входил комбинат номер 6, первое уранодобывающее предприятие в нашей стране. Выставка продлится до 31 мая. Посмотреть на уникальные документы может каждый желающий. В часы работы музея по коллективным заявкам. Мария Ирунч, Владимир Сенников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Саров вновь присоединился ко всероссийской акции «100 баллов для победы». Ежегодно в ее рамках выпускники, получившие максимальные баллы на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. Акция проводится по инициативе Рособранадзора. Ее главная цель – снять у школьников лишнее напряжение, связанное с подготовкой к единому госэкзамену, и настроить ребят на успех. Юлия Леник уже выбрала будущую профессию и вуз, где намерена получить специальность. Осталось сдать экзамены на максимально высокие баллы. Поэтому сейчас Юля бросила все силы на подготовку к предстоящим испытаниям. Но в первую очередь она старается справиться с волнением. Больше психологический барьер, поскольку я не знаю, что будет. Готовишься ко всему, но ты не знаешь, что тебе выпадет на экзамене. Поэтому стараешься объять необъятное. Как выстроить график самоподготовки перед экзаменами? Как справиться с нарастающим волнением, которое перед ЕГЭ растет в геометрической прогрессии? За ответами на эти главные вопросы пришли старшеклассники трех школ нашего города. Советы давали их сверстники, которые получили за ЕГЭ высокие баллы и теперь учатся в престижных вузах. Полезными были и рекомендации тех, кто уже давно закончил школу. Вам, конечно, надо научиться не просто получать знания и демонстрировать, но вообще учиться экзаменоваться. То есть преодолевать все волнение, настраиваться на этот процесс. Свои советы дали и специалисты. О том, как эксперты проверяют экзаменационные работы, на что нужно обратить особое внимание, чтобы не были снижены баллы, рассказала член предметной комиссии по обществознанию. Психолог напомнила об основных способах справиться со страхами и волнением и провела небольшой тренинг. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Что значит быть узником концлагеря? Что помогало выжить в блокадном Ленинграде? И почему, несмотря на все трудности, советские люди все равно оставались крепким духом в военные годы? В преддверии 9 мая мы расскажем вам о тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Канал 16 вновь запускает проект «Лица Победы». «Лица Победы» – это не просто цикл сюжетов о наших ветеранах. Это настоящая история из первых уст. В прошлом году в этом проекте приняли участие 8 ветеранов. Среди них те, кто пережил все ужасы блокадного Ленинграда, кто стал узником фашистского концлагеря и кого война лишила счастливого и беззаботного детства. Все время бомбили и наши самолеты летали, бомбили и немецкие. У нас под окном упала бомба и не взорвалась. И вот эту бомбу, потом немцы пришли, ее, в общем, очевидно, забрали. Вначале, по-моему, где-то закрутили проволокой, потом увезли и взорвали ее где-то на окраине поселка. Осенью прошлого года в Москве проходил медиафестиваль «Родина в сердце». На нем одна из историй проекта была отмечена известными российскими режиссерами и кинокритиками. Воспоминания Антонины Васильевны Ивановой, узницы концлагеря, потрясли многих жителей нашей страны. Когда объявили, что... Вот не было еще, все стреляли-то когда. Я все у мамы спрашивала. Мам, слышу, все взрослые говорят, мир. Вот будет мир, вот будет мир. А что такое мир? Говорит, доченька, когда не стреляют, когда не убивают. Рассказывать миру о людях, которые с достоинством выдержали все ужасы тех лет, это так важно. И у нас еще есть эта уникальная возможность прикоснуться к частичке живой истории. Проект «Лица Победы» смотрите на нашем канале каждый вечер после выпуска новостей. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.рум. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова